Ауду بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, وبيهين استعينه وخيرا ناصرين ومعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, дорогие братья и сестры. Итак, продолжаем наше обсуждение темы Абдулла ибн Саба. Я напомню, очень коротко напомню о том, о чём мы говорили ранее. Абдулла Кастагский постарался привести достоверный Иснат этой истории, которую он рассказал, этой легенды, которую он рассказал. А об этой легенде чуть позже мы ещё напомним, что он именно рассказал, потому что нам это ещё понадобится. Мы потребовали у него Иснат, и он попытался этот Иснат привести. И мы разбирали его Иснат, его доказательства, достоверности этой легенды про Абдулла ибн Сабу. Итак, он попытался в первую очередь доказать надёжность Сейфа ибн Омара. И привёл ряд, как ему показалось, доказательств, ввиду того, что Сейф ибн Омар является надёжным передатчиком. Мы очень долго разбирали то, что нет, ни в коем случае Сейф ибн Омар не может быть надёжным передатчиком. И более того, опровергли со слов Ибн Хаджар Аскалани, как то, что он пытался доказать. Он пытался доказать, что Сейф ибн Омар надёжный. При этом, что самое интересное, он ссылался на слова Ибн Хаджар Аскалани. Но мы, со слов самого Ибн Хаджар Аскалани, из книги «Лизан уль-Мизан» привели, что Ибн Хаджар Аскалани как раз таки считал наоборот. Он считал, что это недостоверная история. Ибн Хаджар говорит, что Ибн Асакир привёл предание Минтарига Сейф ибн Омар ад-Тамими, что через Сейф ибн Омар ад-Тамими Ибн Асакир привёл очень длинную историю. Это та самая история, которую и рассказывал Абдулла Костегский, и которую мы также вкратце рассказали в одном из своих выступлений. Но вот что говорит Ибн Хаджар «Ла ясихху иснадуга». Это, во-первых, что он попытался сделать. Далее он попытался привести другие передачи, другие истории, которые, как мы увидели, даже если являются, даже при том, что они являются надёжными, при том, что они являются достоверными, все передачи этих историй являются надёжными, мы увидели, что ни одно из этих преданий, ни один из этих хадисов не может быть доказательством той легенды. И вообще, не то чтобы доказательством той легенды, которую рассказал Абдулла Костегский, более того, даже долю процента того, что рассказывал Абдулла Костегский, эти предания не подтверждают. Даже то, что его звали Абдулла ибн Саба, эти предания не способны доказать и подтвердить, не говоря уже о том, чтобы доказать всю остальную часть этой легенды, этой истории. Но в любом случае вы можете для более подробного исследования данного вопроса можете обратиться к нашим предыдущим видео. Итак, мы дошли до вопросов, до преданий, которые он приводил из шиитских источников. И первое, что он сделал, этот народный лох Дагестана, привёл цитату из книги Наши-Уль-Акбар, муатазелитского учёного, называя его шиитским учёным. Наши-Уль-Акбар, в 293 году умер шиитским учёным. И при этом он говорит, что вот самый тупой человек, что якобы он является самым тупым, потому что верит в существование Абдулла ибн Саба. Что Мурния, Шейхдзават Мурния, сказал, что тот, кто верит в существование Абдулла ибн Саба, является самым тупым. И этот незадачливый ваххабит говорит, что вот Наши-Уль-Акбар является самым тупым человеком. Вот самый тупой и самый невечный человек. По мнению? По мнению шиитского учёного Мурния. Абдулла самым тупым человеком является тот, кто приводит слова муатазелитского учёного, как мы привели из книги Абул-Хасана Аль-Ашари и из книги Аль-Бидаева Нихая, что Наши-Уль-Акбар является муатазелитским учёным. Что говорит Ивна Кясир про него? Что это был муатазелитский муатазелит. Муатазелиты не верят в имамат, у них нет такого убеждения, они шиитами не являются, имамитами не являются. Так вот, самым тупым является тот, кто приводит муатазелитских учёных, цитирует муатазелитских учёных и преподносит их как шиитских. Самым тупым является тот, кто не зная шиитских книг, не зная шиитских учёных, не разбираясь вообще в их источниках, не понимая, какие у них приоритеты, какие у них критерии, читает из их книг. Вот где тупость проявляется. Итак, мы и далее разберем, попытаемся разобрать и другие, он так как попытался привести и другие источники, и на этот раз мы разберем это очень коротко, быстро, не будем вас утомлять источниками, ссылками и так далее и тому подобное. Ну, во-первых, потому что не хотим слишком затягивать это выступление, это видео, во-первых, во-вторых, то есть не хотим вас утомлять всем этим, во-вторых, в этом нет особой нужды, потому что это шиитские источники, на которые он ссылается далее, и как бы нет никакой нужды нам ему что-то по этому поводу доказывать, мы просто разъясним и все, этот вопрос. Ну, во-первых, очень необходимо заметить и обратить внимание на то, что он со своих источников это никоим образом доказать не смог, никак, абсолютно никак со своих источников это доказать не смог. Мы, когда что-то приводим из суннитских источников, мы всегда приводим то, что уже имеется в наших убеждениях, в наших источниках, что является доказанным, надежным, то, в чем мы уже убедились через свои источники. Мы не пытаемся доказать суннитам то, во что сами не верим. Понимаете, это мы, если доказываем имамат, его светлый царь, например, то мы, в первую очередь, доказываем только потому, что мы сами в это верим, у нас есть надежные источники. Поэтому, если у Абдулла Костекского нет собственных источников по поводу легенды Абдулла ибн Саббы, которые были бы надежными, то нет у него никакого права приводить из шиитских источников подобное. Это во-первых. Итак, во-вторых, давайте посмотрим на остальные его доводы и доказательства. Как мы увидели, Наш Улякбар, который он привел в первую очередь, якобы шиитский ученок, является муста-зилитским ученым. Но, более того, даже если он шиитский ученый, там нет никакого яснада. Наш Улякбар перевел эту историю... Нет. Это очень важно. Очень, очень, очень важно. Самые тупые люди не понимают, в чем здесь важность и разница. Не ту же самую историю привел Наш Улякбар, совершенно другую историю привел Наш Улякбар. Наш Улякбар привел и рассказал не то, что рассказывал Абдулла Костегский. Это еще один важный момент. Но, помимо этого, Наш Улякбар привел нечто абсолютно без здесь надо. И какое это должно иметь у нас авторитет? Какое это должно иметь авторитет? Какое это уважение должно у нас вызывать? Никакого, абсолютно. Даже если Наш Улякбар является шиитским ученым. Но, помимо этого, как мы уже сказали, Наш Улякбар вообще абсолютно другое привел. Вся проблема Абдулла Костегского в том, что его интеллектуальные способности не позволяют ему понять, что существование какой-либо личности под каким-либо определенным именем не означает, что ему можно приписывать все истории, всяческую роль. Я приведу ясный, конкретный, точный пример. Понятный для Абдулла Костегского пример. Если мы через 200 лет, через 100 лет, через 50 лет придем и скажем, что жил на территории Тагестана некий человек по имени Абдулла Костегский из села Костег или Старый Костег, Новый Костег. На территории Тагестана жил Абдулла Костегский, который был гомосексуалистом и распространил на территории России гомосексуализм. Что основателем гомосексуализма в России был Абдулла Если это мы будем рассказывать через 50 лет, через 100 лет, а потом придут, допустим, потомки Абдулла Костегского, те люди, которые симпатизируют ему, будут симпатизировать через 50 лет. Придут и скажут, а какие у вас доказательства? А мы будем говорить, что вот же существует, вот же существует. То, что существовал человек по имени Абдулла Костегский, не означает, что существовал человек по имени Абдулла Костегский, который был гомосексуалистом и распространял гомосексуализм на территории России. Это разные личности. И твоя интеллектуальная недостаточность, Абдулла, не позволяет тебе это понять. Сейф Ибн Омар рассказал легенду, которую ты пересказал. Пересказал во время своего выступления. Там было сказано, что он не иудей и так далее, и тому подобное, что принял Ислам, якобы принял Ислам во времена Усмана, что ездил по городам, выводил сахабов из правильного пути. В числе этих сахабов такие выдающиеся личности, как Аммар Ибн Ясир, что Аммар Ибн Ясир оказался под влиянием и воздействием сейфа Ибн Омара. Это в табаре все написано. Ты просто это не читаешь. Я не думаю, что ты всю эту историю перечитывал. Там страниц очень много. Это очень длинная история, как сказал Ибн Асакир. То есть я совершенно уверен, что ты всю эту историю не читал. Я почему в самом начале хотел сначала разобрать истории самого сейфа. То есть я не хотел поначалу переходить к другим источникам. И хотел, прежде всего, после того, как Абдулла Костегский попытался доказать, что сейф Ибн Омар является надежным, после этого у меня появилось желание разобрать истории сейфа Ибн Омара. Почему? Потому что я уверен, что после того, как Абдулла Костегский, этот безграмотный, этот неудачник, после того, как ознакомится с историями сейфа Ибн Омара, он первый перечеркнет его, первый поставит на нем крест. Он вычитал из ваххабитских, из каких-то там любительских источников, вычитал сокращенный вариант истории сейфа Ибн Омара, в котором эти негативные стороны, какие негативные стороны? А именно то, что сахабы и таабиины последовали за Абдулла Ибн, согласно словам сейфа Ибн Омара. Так вот, в этих любительских источниках, в этих дилетантских и ваххабитских источниках, эти негативные стороны для суннизма, для Абдулла Костегского, они исключены. И ознакомившись с этой сокращенной версией истории сейфа Ибн Омара, Абдулла Костегский решил в это поверить. Я именно поэтому хотел для начала разобрать саму историю сейфа Ибн Омара, где он выводит сахабов из правильного пути, в том числе такого выдающегося сахаба, как Амар Ибн Ясир, поднимает жителей Медины. Это же сахабы были, это же табиины были. Поднимает жителей Медины против Османа Ибн Афана. Заставляет Османа Ибн Афана находиться под домашним арестом. И так далее и тому подобное. Просто невероятную роль играет в истории мусульман первых веков. Невероятную роль играет среди сподвижников. Исподвижники ничего не могут с ним поделать. Он вообще, он такой великий, невероятный, такой легендарный, такой влиятельный, авторитетный среди сахабов и табиинов, что они ничего с ним не могут поделать. Он приводит к столкновению между двумя войсками мусульман, между Аишей и Алибн Абитальбом, между Тальхой и Алибн Абитальбом, между Зубером и Алибн Абитальбом. Он сталкивает их лбами. Заставляет стражаться. Это же кем нужно быть? Так вот, Абдулла Костегский, ты рассказал эту историю. Если мы требуем достоверный истин от этой истории, а ты говоришь, что вот существовал, то какое это имеет значение? Какая здесь связь между этими вещами? Существовал, значит, играл ту самую роль? Существовал, значит, был тем самым? Так вот, наш Улякбар даже 1% той истории, которую ты рассказал, не подтвердил. Ну, помимо этого, я хочу подчеркнуть, я понимаю, что те люди, которых мы вынуждены терпеть на земном шаре, эти ваххабиты, эти люди, которых очень сложно порой называть людьми, я понимаю, что они этого не понимают, разницы. То есть для них это вполне естественно, что если мы через 50 лет скажем, что был Абдулла Костегский, который родился в Дагестане, потом убежал, трусливо убежал в Турцию и прятался в Турции, и при каждом шорохе пугался в Турции, что этот Абдулла Костегский был гомосексуалистом и распространил гомосексуализм на всю Россию, что гомосексуалисты являются его последователями. Если мы это скажем, а потом просто-напросто докажем, что жил человек по имени Абдулла Костегский. Просто докажем, чтобы он был такой человек. В их понимании, в их мышлении, что это значит все ты доказал. Доказал, что он жил и была такая личность, и играла вот такую вот роль в истории. Я понимаю это. Я не надеюсь на их интеллектуальную развитость, на их интеллектуальные способности и не пытаюсь даже объяснить им эти вещи. Но все-таки есть разумные люди, которые способны эти вещи понять. Но это важно, я хочу это подчеркнуть, что это важно, это разные вещи. Те из вас, те разумные из вас, просто задумайтесь. Этот человек рассказал легенду, и этой легенде нет никаких подтверждений, кроме как со слов Сейфа Ибн Умара, который является лжецом и выдумщиком согласно единогласным мнению всех абсолютно. А все остальное, что приводил Абдулла Костегский, просто не может быть подтверждением, даже теоретически не может быть подтверждением той легенды, которую он рассказал. Даже если все, что он приводит, является достоверным. Даже если это является достоверным. Итак, далее, что приводил Абдулла Костегский, это книга «Аль-Фираку и Аль-Макалат» «Саад ибн Абдуллаха Аль-Куми Аль-Аш'ари». Он привел из этой книги отрывок, цитату. Аль-Куми свои слова говорят «Аль-Макалат» в 20-й странице, чтобы не пропустить. Что он говорит? Абдулла 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 А И Али это рассказали. И привели к нему Али. Али ему спрашивает, ты это так говорил? Он говорит, да. Он такой, был не слабый человек тоже никак. Даже чем Али сильно кажется был. Когда ему говорят, ты это сказал? Он говорит, да, сказал. Али приказал его убить. Они сказали, я Амиран Му'менин. Ты убиваешь человека, что ли, который призывает людей к любви к вам, семейство пророка, саллаху алейкумсалам. И призывает, чтобы тебя валием сделали. И призывает, чтобы не приявлять непричастно к твоим врагам. Али оттуда выгнал, Мадайна отправил. Этот хуми рассказывает в своей книге Макадат в Аль-Фирахе в 20-м странице. Вот второй, самый тупой и самый навечный человек, как говорит Мохаммад Джавад Му'ния, чийский ученый прошлого века. Как мы видим, здесь он приводит цитату из Аль-Фирах в Аль-Макадат, Саад ибн Абдуллаха Аль-Куми, Аля Аш'ари. Но опять-таки, что здесь, что из этого, даже если все это достоверно, предположим, что все это достоверно, со всем этим согласились, что мы приняли слова из этой книги и все то, что он процессировал, мы с этим совсем согласились. Где здесь подтверждение вот этих твоих слов? Так же осталось, пока они не убили Утман ибн Афан. Откуда это пошла фитна? Это был Абдуллах Мусаба, еврей, иудей, который принял ислам. А где подтверждение вот этих слов? Ислам принял? Явно принял ислам, но открытый шахад признал ислам принял, но он остался скрыт на кафирам, мунафигам. И оттуда начал распространять сомнительные доводы, распространять сомнения между спротвижником, убеждения, то, что у него было иудейское убеждение, он начал ислам распространять. То, что они говорили, Юша Абн-Нун, он вернется, это начали на Али приделать. Просто именно поминяли между Мусей, алейиссалям, и его пророком, это убеждение поставили между Мухаммадом и Али, ради Аллаху ану. Это убеждение начал Абдуллах 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 Абдуллах, и начал это очень тихо, он открытый, он находил таких людей тоже, которые могут вот это убеждение принимать. Он хижазе начал, оттуда потом Шам, оттуда Басра, оттуда Египет, и оттуда же вышли армии, которые против Усмана, между них начал такие Афкары распространять, почему Али мы не опережаем, Али же более достойный должен быть халиф, он русский, пророк, он двойный брат, пророк, и... То есть он в Египте больше число единомышленников нашел, да? Много там нашел, и в Ираке нашел, где они нашел этот, тех людей, которые далек от спотвижников. И новобранцы были, и далеко были, где множество спотвижников, пророков, большинство спотвижников еще так распространены были, как Мединия и Мекки, например. И после этого... То есть можно сказать, он таких не особо знающих людей собрал вокруг себя? Он вначале так делал. Потом, при Али, когда уже Усмана убили, Али выбрали, спотвижников был, этот мусульман, проблема была наказать тех людей, кто Али убил. Потому что Усмана убил. И фитнес стал между Муавией и Али, это решает эту проблему. Этот момент уже начали, они активно работают. Нашли момент, в котором мусульмане могут отвлекаться от дела. Где подтверждение этих слов? Ну, уже они начали переходить границу, не остались. В том уровне, который были Али, опережали, чем Усмана. Этому уровню они не остались. И начали переходить границу. Некоторые из них уже сказали, что Али является Богом. Некоторые, они говорили, что Али должны опережать, чем Абу Бакар, Умар. Третьи, они проклиняли Абу Бакару Умара. Такие группы стали. Уже они внутри, уже сами раздевались. Да, уже Али халифом когда стал, такие группы уже стали. Этой группы не были, как сейчас, государством не были. Групы приорога они были. Объединенные тоже не были. Они считали, как будто они сами Али помогают. Такие это распространял, это Абдуллах и Бен Саба. Если эту историю рассказать, это у нас цикл, наверное, что тоже не хватит. Просто так быстро скажем вначале, как оно происходило. Или этих. И какие беды распространил он? Первый из бедов, которые распространил Абдуллах и Бен Саба. И начали эти шиети распространять. Например, при Али группе маленьких, потом уже большими стали, это было первое Василия. Что Али это является завещание пророка, как будто пророк завещал, что Али должен быть халиф после пророка. Это первая беда, которая распространила. Второе, что было. Первый человек, который он объявил непричастных врагам Али. Бараа. И всех, кто Али не считал лучше, чем Абакром, это врагами они считают. Или этих. Мы сказали, Абдуллах и Бен Саба сразу открыто давать не начал. Он скрыт на это фитнес было. Потом, после смерти в Османе, они больше проявляли свой этот дават. Наоборот, мы видим, что здесь есть противоречия, ясные, а не двусмысленные противоречия. Что ты хотел этим доказать? Конечно, мы понимаем, что он, этот интеллектуально слабый человек, пытается доказать, что жил в это время человек по имени Абдуллах и Бен Саба. Ну хорошо, жил. Хорошо, мы согласны. Давай ты будешь так нам все преподносить. Давай ты будешь нам говорить, что во времена Усмана, во времена Али бен Абитальба, Абдуллах и Бен Саба, который был заблудшим. Например, верил в то, что тукья или такия запрещена, что скрывание убеждений не дозволяется. Например, жил человек, который ругал Абу Бакра, Умара и Усмана. Жил человек, который верил, по имени Абдуллах и Бен Саба, который верил, что Али бен Абитальба и Али Сава является Богом. Был заблудший человек, был галий. Ты будешь это рассказывать, на этом остановишься. Мы с тобой согласимся, скажем, ну хорошо, и что дальше? Означает ли это, что можно делать те выводы, которые ты делал? Конечно же нет. Это полнейшая глупость. Глупость, подобающая тебе. Тебе подобающая. Помимо этого, в этой истории мы обнаружим, что Али бен Абитальба выслал его в Мадайин, этого человека. Это полностью противоречит той легенде, которую ты рассказывал, где сказано было, что Али бен Абитальба сжег его. Два люди более доставили, что Али его сжег. И какие беды распространил он? Помимо этого, помимо того, что даже если мы согласимся с тем, что это достоверная, надежная, авторитетная история, даже если мы с этим согласимся, мы обнаружим, что никаких подтверждений твоей легенды здесь нет. Абсолютно никаких подтверждений. Абсолютно. Ничего здесь не подтверждается. Та самая смута, которую съел Абдулла Абин Саба, те разногласия, и те разделения. Та роль, которую ты ему приписывал, здесь абсолютно нету. Даже малой доли. Да, необходимо заметить, что далее Саад бен Абдулла Аль-Куми Аля Аш'ари коротко, очень коротко рассказал историю опять-таки, мы уже знаем, что это за история, что это ненадежная история, мы это касаться не будем. Но то, что ты вычитал со слов самого Саад бен Абдулла Аль-Куми, со слов самого Саад бен Абдулла Аль-Куми, там нет никаких подтверждений. Помимо этого, нет никакого Иснада. И что? Мы должны теперь верить в истории без Иснада? Мы должны верить, даже если это было бы подтверждением твоих слов, даже если как-то подтверждало бы твою легенду, здесь нет никакого Иснада. Здесь никоим образом не подтверждается никакими доказательствами, никакими доводами. Нету Иснада. История без Иснада. Насколько она заслуживает внимания. в особенности с учетом того, что в этой книге утверждается о том, что, я об этом уже говорил, что здесь сказано «Алиян лам югталь», что Алия Бен Абитальба не был убит. А ты сказал, что он был убит самим Алия Бен Абитальба алей салат ва салам. Что Алия Бен Абитальба алей салат ва салам убил его, сжег его. Ты говорила, ты эту легенду рассказывал. А здесь говорится, что он пережил его светлость Алия Бен Абитальба алей салат ва салам. Он верил во что? Что он не умер, что не умрет и до сих пор, пока не установит справедливость на земле и так далее и тому подобное. Но обратите внимание, на 20-й странице Саад Абин Абдулла это ты не читал. Говорит, что Вахуэ Абдуллах ибн Вахаб ар-Расиби что этот Абдуллах ибн Саба этот самый человек это тот самый Абдуллах ибн Вахаб ар-Расиби. Здесь мы видим абсолютно нестыковку. Ложь мы наблюдаем здесь. Это ложь. Это неправда. Это историческая ложь. Это неправда. Почему? Потому что Абдулла ибн Вахаб здесь сказано, что это тот самый Абдулла ибн Вахаб но Абдулла ибн Вахаб не был иудеем. Абдулла ибн Вахаб был какое-то сахабом посланника Аллаха и более того он не был выслан его светлости Абдулла ибн Абиту в Малей и Салат в Мада Абдулла ибн Вахаб ар-Расиби был убит в Нахраване. Это во-вторых, в-третьих, Абдулла ибн Вахабар-Расиби никогда не утверждал о том, что он просто не пережил. Он не пережил Алибнаби Талиб Али Саалат Ва Салам, чтобы утверждать, что Алибнаби Талиб Али Саалат Ва Салам не умер. Я не знаю, такие вещи приходится разбирать. Понимаете? То есть Саалат Ва Абдулла это явная, недвусмысленная ошибка. Здесь где взял эту историю Саалат Ва Абдулла мы не знаем. Но явно не из достоверных источников. Явно он взял из источников, наверняка из суннитских источников он взял, потому что здесь источники не указаны. Наверняка он взял из суннитских источников, причем искаженных источников, источников, в которых была рассказана ложь. Почему? Потому что никогда. Он не мог просто утверждать, он пережил. И далее сказано Это был первый человек, который оскорблял Абу Бакра, Умара, Усмана и Сахабов. И первый человек, который отрекался от Сахабов. Абдуллах ибн Вахаб ар-Расиби глава Хараджитов, о котором мы рассказывали ранее, он испытывал глубочайшее уважение к Абу Бакру и Умару, этим двум человекам. Да, Усмана он не любил, но Абу Бакра и Умара он уважал. Никогда не ругал Абу Бакра и Умара. Поэтому здесь явная ложь. Какая-то непонятная история без и снада, не заслуживающая никакого доверия. История полная противоречий. Противоречий, которые свидетельствуют о недостоверности этой истории. Где она взята? То есть вы как думаете? Вы что думаете про Шейтов? Что мы верим во все, что приходит в наших книгах вне зависимости от того, есть там и снад, нету и снада. А если и есть, то достоверный и снад, или недостоверный и снад, надежный и снад, или ненадежный и снад. Такими вещами нас чему-то обязать просто невозможно. Далее Ну и так далее. То есть говорит, что группа ученых утверждает, что Абдулла ибн Саба был иудеем, который принял ислам. Но опять-таки, если это Абдулла ибн Вахаб, Абдулла ибн Вахаб не был иудеем, он араб. Он араб из Йемена, родом из Йемена, который был еще и сподвижником, застал времена его светлости посланник Аллаха саллаллаху алейхи иудеем. Это во-первых. Во-вторых, как мы уже говорили, Саад ибн Абдулла передает это от других ученых. И что это за ученые, понятно. Это сунницкий, это как раз история Сейфа ибн Умара. То есть это передается из Табари и Сейфа ибн Умара. Поэтому какого-то внимания, какого-то авторитета это у нас пользоваться не может. Просто-напросто не может. Это во-вторых, второе, что привел Абдулла Костегский. Коротко я скажу. Эта история не может, даже если она достоверна, не может быть подтверждением того, что рассказал Абдулла Костегский. Здесь говорится, что он Абдулла ибн Абдулла, абдарал себе сподвижник и так далее. Непонятно вообще ничего. Во-вторых, нету никакого иснада. Даже если бы был иснад, он не мог быть надежным. Почему? Потому что здесь много противоречий, много лжи в самом рассказе. Сам рассказ свидетельствует против самого себя. Поэтому эти три причины являются веским резоном того, чтобы мы никакого внимания к этому не обращали. Итак, далее Абдулла Костегский приводит еще один источник, как он утверждает, еще один источник Фираху Шия. В 310 году на Убахте он тоже в своей книге Фираху Шия в 22-м странице говорит, когда Абдулла Амин Сабу дошли, он говорит, когда Абдулла Амин Сабу хабар дошел в Мадайне был, к нему дошел хабар, что Али ибн Абитали убили. Он говорит, когда ты врешь, ты льешь. Если даже ты его этот мозг к нам принес, говорит, на 70 пакетов в сумке, разделенный, его мозг принес и показал вот мозг Али Абитали и 70 человек правильный что его убили, даже Света Привол бы говорит, мы знали, что он не умер. И невозможно его убить, он не умрет, пока он не будет не завладеть всем миром. Вот это Акейда Сабаитов. И этот ученый один из сильнейших ученых шиитов, но он является самым невежливым человеком и самый тупый человек по мнению шиитского ученого Мухаммада Мухаммада Итак, здесь все то же самое, ровно то же самое, что мы сказали по поводу книги Аль-Фирақу и Аль-Макалат, книги Саады и Абдуллах, то, что мы ранее говорили, все то же самое здесь имеется и в данном случае. Почему? Потому что во-первых, это никоим образом не подтверждает все то, что говорил в своей сказочной истории Абдулла Костегский. Это не является подтверждением. Это да, единственное, что может доказать, что был человек по имени Абдулла Ibn Sabah, который преувеличивал относительно его светлости Аль-Абдаби Тальба алейсалату вассалам был одним из преувеличивающих, одним из И что он был одним из тех, кто оскорблял Абу-Бакра, Умара, Усмана, Сахабов и отрекался от них. И что он был выслан Алибинова Витальевым в Мадань. Все, больше ничего не доказывает. То есть та легенда, которую рассказал Абдулла Костегский, это доказать не может. То, что мы говорили, как раз повторяемся. Иснада нету, здесь тоже иснада нету. Ну и даже если был бы иснад, здесь опять-таки имеются определенные недостатки в самом. Но самое важное в чем? Самое важное в том, что, дорогие друзья, «Фирақушиа» и «Альфирақ вальмакалат» — это не две книги, как утверждает Абдулла Костегский. Это одна книга. Но я не буду особо придираться в этом вопросе к Абдулле Костегскому. Почему? Потому что откуда ему такие вещи знать? Одна книга издана под двумя разными названиями. Ну, откуда ему знать? Ну и в особенности, откуда ему знать? В особенности, когда одна из них приписывается одному ученому, а другая приписывается другому ученому. Истина заключается в том, что «Альфирақушиа» и «Альфирақу вальмакалат» «Альфирақушиа» приписывается на «Убахты», а «Альфирақу вальмакалат» приписывается «Саады бен Абдуллаху» «Ал-Куми» «Ал-Аш'ари». Но истина заключается в том, что это одна книга. И среди шиитов «Альфирақушиа» была издана немцам. То есть немецкий востоковед по имени Хельмут Риттер или Кельмут Риттер, я точно не знаю, издал, впервые издал эту же книгу «Альфирақу вальмакалат» «Атсаада бен Абдуллаха» «Аль-Куми» издал под другим названием, под названием «Фирақушиа» и под авторством «Ну-Бахты». Приписал это «Ну-Бахты». Ну и все, и после этого это так и издавалось. Но здесь не было какой-то особой нужды, чтобы шиитские ученые пришли и все это опровергали, или что-то подтвердили и так далее. Не было, потому что ради Бога. Ради Бога, то есть какой-то большой роли это не играет. Помимо этого, ну то есть эта книга была издана не шиитскими изданиями, не шиитскими исследовательскими центрами и издательствами. Он был издан востоковедом и был приписан «Ну-Бахты». Но когда мы читаем эти две книги, мы увидим, что вообще никаких разниц в этих книгах нет. При этом «Ну-Бахты» и «Саада бен Абдулла» жили в одно и то же время, они являются современниками. То есть крайне было бы странно, если бы они переписали друг у друга. Причем в слово в слово, да? Слово в слово. То есть это полностью идентичные книги. Помимо этого, в книге шейха Муфида Аль-Уюн приведены цитаты из настоящей книги «Ну-Бахты». То есть у «Ну-Бахты» на самом деле была книга, посвященная сектам. Но называлась она «Аль-Ара вад-Дианат». То есть у «Ну-Бахты» была книга, посвященная сектам, называлась «Аль-Ара вад-Дианат», из которой привел цитаты шейх Муфид в своей книге «Аль-Уюн». И этих цитат, того, что привел шейх Муфид из книги «Ну-Бахты», нету, просто-напросто нету «фирагушия». То есть эти факторы говорят о том, что это не книга «Ну-Бахты». Но по этому поводу идутся споры, идутся разговоры, идутся исследования и так далее. Но Абдулле Кастекс ему об этом неоткуда знать, естественно. Поэтому на самом деле это не две разные книги. Это одно и то же. Одна и та же книга, и все те недостатки, которые имеются у одной книги, имеются и у другой книги. Противоречивая история, отсутствие Иснада. И самое важное, что самое важное, даже если это не было бы противоречивой историей, если бы был бы Иснат, и этот Иснат был бы достоверен, даже в этом случае Абдулла Кастекский не смог бы воспользоваться как следует в своих целях этими книгами. Почему? Потому что там нет никаких подтверждений той легенды, которую рассказал Абдулла Кастекский. Там только есть то, что был человек по имени Абдулла Ибн Саба, и все, больше ничего. Но Абдулла Кастекский, по его несчастью, именно это и хочет доказать. Он это и доказывает. Он это неоднократно говорит. Существовал, был, был. Существовал, что он был реальным человеком, а не миф, как они говорят. Значит, это не легенда. Какая здесь связь? Если существовал Абдулла Кастекский, значит, не является легендой то, что существовал Абдулла Кастекский гомосексуалист? Какая здесь связь вообще? Где здесь связь? Я специально такой пример перевожу, чтобы Абдулла Кастекский четко и ясно все понимал. Потому что мозг своеобразно работает. Мы иногда выражаемся грубо по отношению к нему. Мы иногда можем что-то резкое сказать на высоких тонах, еще что-то такое. Можем высказаться по отношению к Абдулле Кастекскому. Это потому что язык, который он понимает, он особенный. То есть не каждый, не всякий язык он может понять. Не все он усваивает. Если мы будем говорить другим языком, более привычным нам языком, он просто вообще ничего не поймет. Он просто не поймет ничего, абсолютно ничего не поймет. Он даже будет удивляться, что он сказал вообще. То есть для него это будет как такая абра-кадабра, бессвязная речь, абсолютно бессвязный набор букв, звуков и так далее. То есть он вообще ничего не поймет, поэтому приходится вот таким примером и таким вещам прибегать, чтобы было доходчивее. Итак, что он далее привел? Далее он приводит из книги Кэшши, Риджалуль Кэшши. Приводит несколько хадисов. Ну, во-первых, не Кэшши, Риджалуль Кэшши, знаток шиитских ученых. А, то есть цепочку до него приводят. Он сказал, Абдуллах 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 Аб Это тоже шиитский источник? Да, это шиитский источник. А ссылка есть? Это источник Риджалюль Каши. Это все, что я привел. 98-99 страница. То есть он приводит, это все то, что он привел из Риджалюль Каши. В Риджалюль Каши содержится 5 хадисов. Он не все привел. 5 хадисов, и все они с Иснадами. 5 хадисов про Абдуллу и Бен Сабу. Но он, в общем-то, прочитал на самом деле, что в этих хадисах сказано. Хотя некие нюансы упустил. В некоторых из этих хадисов есть нечто большее, нечто меньшее и так далее. Но основной суть, сам основной текст он все-таки зачитал. То есть эти предания говорят о том, что жил человек, который утверждал о том, что он является пророком, и утверждал о том, что Алибин Аббетальба, алей салат ва салам, является Богом на Удабиллах. И что... Ну и далее, он точно не зачитал, что Алибин Аббетальба, алей салат ва салам, сжег. Это очень важно. Алибин Аббетальба, алей салат ва салам, сжег Абдуллу и Бен Сабу. Казнил, сжег таким образом Опять-таки, как мы видим А, еще, да, еще наговаривал на Аль-Аль-Бейт То есть это был человек Ну, естественно, тот, кто называет Али-Ибн Абитальба, Али-Ибн Абитальба, Али-Исалату Вассалам Богом, естественно, наговаривает на Али-Ибн Абитальба, Али-Исалату Вассалам Все В этих хадисах вообще больше ничего нет Где здесь подтверждение твоей легенды? Ты выйди и скажи, что вот был Абдулла ибн Асаба Мы что, отрицаем, что в истории не было людей, которые преувеличивали в отношении Аль-Ибн Абитальба, Али-Ибн Абитальба, Али-Исалату Вассалам Нет, были люди, которые придерживались разных крайностей В этом нет никаких сомнений, это никто не отрицает Что ты, какую часть своей легенды ты этим хочешь доказать? Ты хочешь доказать то, что Али-Ибн Абитальба, Али-Ибн Абитальба, Али-Исалату Вассалам Сжег человека по имени Абдулла ибн Асаба Только это хочешь, потому что это единственное Это единственное, что является подтверждением твоей легенды Вот то, что ты рассказывал на протяжении всей своей лекции Приводилось с суннитских источников, приводилось с шиитских источников Вообще ничего не подтверждало ту легенду, которую ты рассказал Кроме того, что жил, да, вот, общее между твоей легендой и тем, что ты зачитывал из суннитских и шиитских источников Общее было то, что жил человек по имени Абдулла ибн Асаба И все, больше ничего общего между твоей легендой и этими источниками нету А здесь вот из Риджал-Уль-Кеши, да, здесь есть что-то, крупица того, что ты рассказывал А именно то, что Алибин Абитальба, а.с. сжег некоего человека по имени Абдулла ибн Асаба И все, ты это хотел доказать? Так основная проблема-то не в этом Основная проблема в том, без разницы, мне лично абсолютно без разницы Что вы утверждаете по поводу шиитов Кто создал шиитов, Абдулла ибн Асаба, иудеи создали, неудеи создали Мне абсолютно без разницы Абсолютно А если ты выйдешь, скажешь, что шииты созданы иудеями Мне абсолютно без разницы на это Почему мне без разницы, знаешь, Абдулла? Да потому что я таких, как ты, зову на дискуссию И обещаю, готов клясться, готов обещать, готов подписывать договора Что буду приводить доводы и доказательства своих убеждений из Корана и Сунны Я буду доказывать свои убеждения из Корана и Сунны И буду доказывать ложность ваших убеждений из Корана и Сунны Какой Сунны, спросите вы? А той Сунны, которая является достоверной согласно вашему мнению Только той Сунны, которую вы принимаете Сахи Бухари, Сахи Муслим и так далее и тому подобное Я, когда призываю вас на дискуссию, зову тебя, Абдулла На дискуссию зову всех абсолютно Мне нет ограничений Пускай любой из вас согласится Но чтобы был серьезный человек Не был какой-то там любитель Интернет-герой какой-нибудь Диванный герой Нет, был нормальный человек Авторитетный, принятый, известный Проучившийся Хоть и не получивший никакого образования, как ты Но все-таки якобы проучившийся Прогулявший там несколько лет Где-то там, где в Сирии или еще где-то Я зову вас И готов доказывать свои убеждения И ложность ваших убеждений через Коран и Сунну Да какая разница Если вы не приходите на дискуссию Если вы безоружны перед моими доводами и доказательствами Если вы беспомощны перед моими доводами и доказательствами Какая у меня разница Что вы там утверждаете Иудей создал, не иудей создал Вы приведите из Корана и Сунны Ложность моих убеждений Причем здесь иудей или не иудей Приведите доводы и доказательства Ложности моих убеждений И докажите свои убеждения У нас были дискуссии У нас постоянно есть какие-то, хоть и небольшие, но есть дискуссии. В частности, у меня было несколько крупных дискуссий. Мы же увидели, что ваша идеология полностью безаргументирована, дезаргументирована, а наши убеждения имеют самые крепчайшие доводы и доказательства из Корана и Сунны. Мы видели, как ваши сподвижники, ваши единомышленники бежали, трусливо бежали, впадали в депрессию, в стрессовые ситуации, стресс переживали. Почему? Вы чувствуете комплекс неполноценности, когда встречаетесь с нашими доводами, доказательствами. Поэтому я вот на протяжении многих лет зову, 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 а вы никак не согласитесь. Никак не согласитесь. Почему? Потому что у вас слабая идеология. Ну, после этого идите и утверждайте, что наша идеология, швидская идеология была создана иудеем, что идея была такой, такой и так далее. Мне абсолютно без разницы. Что я хочу в данном случае выяснить? На этом мне без разницы. Что я хочу в данном случае выяснить? Играл ли Абдулла Абин Саббат ту роль, которую вы ему приписываете, или не играл? Я хочу историческую истину выяснить. Кто был виноват в том столкновении, которое произошло между сподвижниками во времена Усмана, в результате которого Усман умер? Вы говорите Абдулла Абин Саббат. Я говорю нет. Я говорю, что сахабы и таабиина восстали, самые выдающиеся, известные сахабы и таабиина, в их числе Аммар ибн Ясир, потом Мухаммад ибн Абубакр и так далее, Тальха и Зубейр среди них тоже были. Что эти сахабы восстали против Усмана. Почему? Потому что Усман навязал везде по всему арабскому мусульманскому халифату своих родственников, навязал фасиков и фаситов, нечестивцев и грешников из семейства амиядов. Он своих родственников амиядов везде насадил и закрывал глаза на все их бесчинства. Именно поэтому все привело к тому, что Усман был убит. Вы говорите, что война между Аишей и Алибин Абитальбом и Алисаладу Ассалам была по вине Абдулла Абин Саббат. Я говорю нет. Аиша подняла войско, подготовила войско, когда Алибин Абитальбом и Алисаладу Ассалам был халифом. Какое она имела на это право? Она подготовила войско, вывела из Мекки и двинулась в сторону Ирака, где в Басре устроила бойню, резню. А потом состоялась битва Джамал, верблюжья битва, где было убито очень много мусульман. Вы говорите, это все Абдулла Абин Саббат. А вот о чем идет речь. О роли Абдулла Абин Саббат. Играл ли он ту самую роль, которую ему приписывает сейф Ибн Омар, и которую вы сорвали из уст сейфа Ибн Омара и рассказываете эту легенду. Так вот, здесь нет вообще ничего, что бы подтверждала твоя легенда. Абсолютно ничего. Ничего не подтверждает твоя легенда. Ну, разве то, что Алибин Абитальбом и Алисаладу Ассалам убил некого человека по имени Абдулла Абин Саббат. Все. И это все твои доказательства, потому что после этого ты больше ничего не приводишь. На этом все закончилось. Сейф Ибн Омара мы доказали, что он лжец, выдумщик. Потом те источники, которые ты приводил из книги Ибн Асакира, мы также увидели, что там никаких доказательств, никаких подтверждений твоей легенды нет. Абсолютно. Если здесь есть хоть какая-то крупица подтверждения твоей легенды, а именно то, что Абдулла Абин Саббат был убит его святлости Алибин Абитальбом, Алисаладу Ассалам, то там вообще не было никаких подтверждений твоей легенды. И, наконец, шиитские источники. Наш Улякбар вообще не шиит. Здесь ты вообще проявил себя с самой худшей стороны. Впрочем, как и прежде. Ну, а далее также мы не видим никаких подтверждений твоей легенды. Просто нет у тебя никаких подтверждений твоей легенды. Кроме как из уст сейфа Ибн Омара, который мы, как уже выяснили, является лжецом, выдумчиком. И выдумал кучу историй и легенд не только про Абдулла Абин Саббат, но и множество других, чтобы оправдать преступления и бесчинства некоторых людей. В частности, Амиядов. В первую очередь, Амиядов. Все. Но, более того, здесь, как мы видим, даже если мы примем все, что ты вычитал из Риджал-Уль-Кяши, это не является никоим образом подтверждением твоей легенды. Никоим образом не является подтверждением твоей легенды. Абсолютно никоим образом. Здесь ты еще сказал, когда приводил источники этих хадисов, ты сказал следующее. Это шиитский источник. А ссылка есть? Это источник Риджал-Уль-Кяши. Это сотая страница. Это все, что я привел. 98-99-99 страница. И также сотая страница. И Маарифут Ахбар-Уль-Кяши тоже есть книга шиитская. Там она приводит 70. То есть ты говоришь, что то, что ты прочитал, это было приведено из Риджал-Уль-Кяши, которого ты называешь почему-то Киши. Из Риджал-Уль-Кяши это было приведено. И Маарифут Ахбар-Уль-Кяши. Источником этих хадисов является только Риджал-Уль-Кяши и все. А Маарифут Ахбари Риджал или Маарифут Риджал или Ихтиар Маарифут Риджал это все является названием Риджал-Уль-Кяши. Это не разные книги, как тебе может показаться. Ты якобы из двух источников приводишь. А это одна книга, просто множество названий имеет. Но суть в чем, даже если мы примем достоверность этих преданий, они ничего из своей легенды не доказывают, кроме того, что Алибин Абиталь Борис Атвасам казнил некоего человека по имени Абдулла и Маарифут Риджал-Уль-Кяши. Риджал-Уль-Кяши до нас не дошел. Ну, опять-таки, Абдулле Кастэкскому откуда такие вещи знать? Он где-то там что-то вычитал в интернете из любительских источников. Риджал-Уль-Кяши не дошел до нас. У нас нет на руках Риджал-Уль-Кяши. Да, у Кяши, у этого авторитетного и уважаемого шиитского ученого была книга по Риджалу. Но эта книга до нас не дошла. Шейх Туси написал книгу сокращенной, которая на самом деле была сокращенной вариантом Риджал-Уль-Кяши. Он взял некоторые места, некоторые отрывки из Риджал-Уль-Кяши и составил книгу Ихтияру Ахбари Риджал. То есть, часть Риджал-Уль-Кяши переписал Шейх Туси. И эта книга, которая, это та самая единственная вариант, который до нас дошел. Сокращенный вариант, который был переписан и составлен Шейхом Туси. Это единственное, что до нас дошло. И то, что мы сегодня называем Риджал-Уль-Кяши, является именно, вышло из-под пера Шейха Туси. Но дело в том, что эта книга уже доказана, что эта книга, то есть то, что дошло до нас из Риджал-Уль-Кяши, является искаженным. То есть, это не Риджал-Уль-Кяши на самом деле. Это доказано. То есть, здесь нет никаких споров, нет никаких вопросов. Это доказано. Для шейхских ученых это доказанный вопрос, что Риджал-Уль-Кяши был искажен. И для этого есть огромное множество доказательств. Нет, наверное, в той этой книге ни одной страницы, где не было бы искажения. Что значит искажение? Что мы подразумеваем под искажением? Кто-то взял эту книгу, изменил. Что-то добавил, что-то изменил местами и так далее, и тому подобное. Поэтому, что это за книга была? Возможно, шейх Туси получил искаженный вариант. То есть, в руках шейха Туси оказалась искаженная копия Риджал-Уль-Кяши, и он из нее сделал сокращенный вариант, который до нас и дошел. Но в любом случае, как это произошло, кто это сделал, неважно. Это другой вопрос, и заслуживает отдельного исследования, как была искажена книга Риджал-Уль-Кяши. Но доказано, в любом случае доказано, что в нем есть множество ошибок, ошибки такого рода, что были изменены имена, были изменены местами имена, передатчики и так далее, и тому подобное. То есть, коротко, двумя словами, эта книга по этой причине не заслужила особого доверия у шейхских ученых. Именно по этой причине. Да, сам Кяши был уважаемый, авторитетный ученый, и та книга, которую он написал, была крайне ценной. Но то, что до нас дошло, это не Риджал-Уль-Кяши, это искаженные варианты. Но в любом случае, этой книге все равно шейхские ученые пользуются, но особым методом, особыми способами пользуются, учитывая этот недостаток, учитывая этот момент. Именно поэтому все, что там приведено, какого-то особого внимания шейхских ученых, тех преданий, тех хадисов, которые там приведены, какого-то особого внимания шейхских ученых никогда не привлекали, абсолютно никогда не привлекали. То есть, те, допустим, пять хадисов, которые приведены про Абдуллу и Бинсабу, у нас нет ни в одной более-менее надежной и заслуживающей особого внимания книги. Нет, они не были переписаны ни шейхом Туси в его сборниках хадисов, не были переписаны другими хадисоведами и так далее. В особенности один из преданий гласит о том, что один из преданий Раджал Кяши про Абдул-Ибн Саба гласит о том, что, как мы уже только один, все остальные об этом не гласят, один гласит о том, что Алибин Аббитали, Борис Атвусам, сжег Абдул-Ибн Сабу. Это крайне важный с точки зрения шиитской науки, шиитского фиха, это крайне важный хадис. Именно по этой причине шейх Туси, который своими руками эту книгу написал, шейх Туси, который своими руками эту книгу написал, он должен был бы ввести это предание, например, в свои сборники хадисов, которые пользуются огромным авторитетом современных ученых и которые пользуются этими сборниками. Шейх Туси, который собирал книги, хадисы по фикху. А это хадис по фикху. Почему? Потому что если Алибин Аббитали, Борис Атвусаламу, сжег Муртадда, человек, который вышел из религии, человек, который утверждал о том, что Алибин Аббитали, Борис Атвусалам является богом, науду биллах, и как следствие вышел из религии, если он его сжег на самом деле, то значит можно сжигать, можно Муртада сжигать. То есть это является наказанием Муртада. Это фикховое, это положение. Но если сунниты не обращают внимания на такие вещи, то есть мы, вследствие того, что считаем Алибин Аббитали, Борис Атвусалам, непорочным, мы считаем, что это источник фикха, это источник шариата. Мы берем шариат из их действий, из их поступков, тем более если это такое действие, религиозное, имеющее прямое отношение к религии. Но мы видим, что не только этого хадиса нет ни в одном из сборников хадисов. Этого хадиса, даже сам шейх Туси, который написал этот сокращенный вариант, он не перенес этот хадис в свои сборники, не выписал в своих сборниках. Что этого хадиса нет в его сборниках. Мало того, ни один шиитский ученый не издавал подобные фетвы о дозволенности сжигать. Ни один из них не издавал подобные фетвы. Вообще ни один из них не издавал подобные фетвы. Нет у нас просто такой фетвы, что можно сжигать муртадда. Все это в совокупности говорит о том, что это недостоверные, незаслуживающие доверия предания. Просто не пользуются никаким уважением, никаким доверием у шиитских ученых эти предания. Даже если бы это все было достоверно, Абдулла Костегский не смог бы доказать абсолютно ничего с помощью этих преданий. Но как мы видим, что они с точки зрения достоверности и надежности имеют просто колоссальные недостатки. Помимо этого мы обнаруживаем среди... Но об этом я не хочу опять-таки долго говорить. Обнаруживаем среди передатчиков слабых... Помимо всего прочего, помимо всего сказанного, Обнаруживаем среди передатчиков слабых передатчиков. в цепочке передатчиков, слабых передатчиков. Ну всё, на этом всё, у Абдулла Костегского больше ничего нет. Это, конечно же, слава Богу, аль-хамду лиллах, то, что Абдулла Костегский попытался доказать надёжность и достоверность этой истории, это было большой милостью от Бога, просто величайшей милостью от Бога, потому что мы дали ему возможность высказаться, мы дали ему возможность представить свои доказательства, мы дали ему шанс на это и увидели, что он абсолютно ни на что не был способен, он не смог абсолютно, и всё, что он сделал, как раз было доказательством того, что у него нет ничего, он беспомощен, у него нет никаких доказательств, никаких аргументов, никаких надёжных источников в подтверждении его легенды, Абсолютно ничего. Ну, а далее что там будет происходить? Он согласится со своей ошибкой, не согласится? Это уже не наше дело. На этом всё. На этом эту тему мы заканчиваем. Не забывайте своих дуа. Обязательно делайте дуа за меня, братья и сёстры. Ас-салам алейкум, рахмату Аллахи ва баракату. Ас-салам алейкум, рахмату Аллахи ва баракату. Ас-салам алейкум.